Зарабатывают на страховке. В Саратовской области набирают популярность фальшивые аварии с участием застрахованных автомобилей. Почему страховые компании оказываются беззащитными перед безработными, но ушлыми гражданами? Смотрите в нашем следующем материале. Звонок от клиента-автомобилиста здесь встречают настороженно. За 13 лет работы на рынке страховых услуг в этой компании настоящая эпидемия, желающих заработать на своем авто. Очень много на сегодняшний момент случаев мошенничества. Мошенничество, связанного с перестановкой узлов, деталей и агрегатов на дорогостоящих автомобилях. Татьяна Шелкова говорит, что такого количества судебных исков с похожим почерком 10 за год не было никогда. Показка – миллионные выплаты. Чаще всего в делах фигурирует дорогая иномарка, например, BMW, взятая в кредит безработным. Повреждения машина получает не в аварии, а от так называемых третьих лиц. Скажем, изуродовали ночью около дома. Суд признает это страховым случаем, а страховщики уверены – это заработок для ушлого народа. Эти салоны снимают, перебрасывают на другую машину и заявляют в другой компании. При этом страхуются одновременно в двух или трех компаниях. В результате анализа можно узнать, что это одна и та же группа полиции. Перед такими схемами страховые компании чувствуют себя беззащитными. Мол, полиция и суды на сигналы от страховщиков не реагируют. У нас люди, даже не заявляя, обращаются сразу в суды. И суды Саратовской области полностью поддерживают сторону страхователя, а никак не сторону страховой компании. Теперь страховщики стараются обезопасить себя сами. Тщательнее отбирают клиентов КАСКО, изучают биографию и благонадежность водителя. Это значит, действуют себе в убыток. У этой компании за последний год количество клиентов по КАСКО уменьшилось в три раза.